Дай почитать. Вестли любила писать циклами, куда входило несколько повестей и романов, объединенных общими героями. Всего ею написано 56 книг, а самой известной стала «Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик» 1957 года. Это книга первая в серии из семи книг. Издание, о котором хотелось бы поговорить сегодня, вошли две повести «Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик» и «Папа, мама, бабушка, восемь детей в лесу». Действие происходит в Осло. В малюсенькой квартирке живет все на свете – умеющая мама, папа, зарабатывающий на жизнь, большой семьи с помощью своего грузовика и восемь детей – Марен, Мартин, Марта, Мац, Мона, Мили, Мина и малышка Мортен. Грязное белье они раскладывают каждый в свой тазик, а затем стирают. А спят, кстати, поначалу на полу у каждого свой матрасик. А когда из деревни приезжает в гости бабушка, то ее устраивают на ночлег в кухне, не поверите, на обеденном столе. Но никто в этой семье не унывает, наоборот, помогает другим – пожар тушителей, собаку хозяйке возвратить. Вообще социальная обеспеченность семьи наводит на размышления. Бабушка так редко приезжает, что внуков не знает даже по именам. А денег у нее только в один конец. Оттого она и пытается неудачно ехать автостопом. Ведь она не может купить себе железнодорожный билет. А телефонной связи между Осло и деревней бабушки нет. А трамвай для нее что-то запредельное. Часто герои не имеют денег, на поездки ходят пешком. Вот такая суровая жизнь в Норвегии в середине 50-х годов XX века. Деревенские жители завидуют водопроводу и соглашаются переехать в жилье меньшей площади. С доплатой, конечно же. А дружная и сплоченная семья въезжает в более просторный деревенский дом, где колодец на улице от ветра и холода спасает мох, которым прежние хозяева затыкали щели. Но все эти бытовые трудности не влияют на общее настроение, где все любят друг друга, делают добро, помогают, радуются обычным вещам, готовы все превратить в праздник. В общем, живут весело и счастливо. И вы, дорогие слушатели, можете зарядиться этим счастьем и добротой, если прочитаете «Анна, Катарина, Вестли, папа, мама, бабушка, восемь детей» и «Грузовик». Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город», на улицах Преображенской, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать! Продолжение следует...